всем привет может видите может нет комарики летают комарики мужчины постоянно в кучке сбиваются и они кровь не пьют сегодня видео такое по старым заявкам и кстати знаете почему мост вот так вот здесь вот резко идет вверх потому что пруд будет подниматься опускаться когда половой где там или после зимы или высыхать и мост этот вот он будет опускаться подниматься и соответственно эта часть сделана специально отдельно она тоже будет так немножко подниматься опускаться вот еще про ежиков расскажу заморозки были ночью плюс 3 ночи вообще ноль вроде бы ладно друзья погнали не переключайтесь кстати это вот немецкая еще осталось замер глубины пруда можете немецкая вот это тоже какая-то интересная деталь учета мельница была что тут осталось так что эти две конструкции мерить глубину когда пруд поднимается до отметки может тоже доходит то там крайняя отметка 10 а что 10 не метров же может 90 сантиметров как-то бастиону на мэй это одно здание или или два уже как-то не очень презентабельно выглядят в общем последние крайние смысле пять видео у меня были без тайм-кодов без названий улиц я думаю так так нормально вот и что же вы думаете мне написали комментарии где название улиц я думаю это не актуально я хотел хотел быть как все то есть никаких тайм-кодов выехал в город без подготовки там чё нить ляпнул что-нибудь такое что в голову пришло нет не прокатывает такой прикол один зритель написал а зрительница извиняюсь музыку бери мешает слушать по телевизору хорошо не будет музыки в этом видео ветер будет наверно кстати данья или данге ну в детстве я слышал пару раз от русскоязычных данго ему в детстве вроде данго данго по-немецки данге а причем тут даня ну хорошо пусть будет даня но для нас она все равно данге ну и никак не данго данго закончилась в девяносто первом году название улиц я в тайм-коды записал там где пять крайних видео если смотреть там допустим ну допустим да везде где хотите если какие то вопросы какая то улица просто там мышку вниз наведите в общем в тайм-коде будет название улицы так и название улицы в первом прикрепленном сообщении где дорожка я про эту дорожку не понял как там с другой стороны подъехать и почему она в одну сторону только стрелки вот вдоль речки данген вот сейчас еду по направлению так сказать к центру вот и соответственно завод фабрика мебельная такие причалы такие для рыбаков якобы там что-то такое похоже на это я нарешной трамвайчик какой-то очень похож но это не он конечно выезжая на центральную дорогу но это она здесь центральная так ну музыка будет в конце видео как всегда клип такой будет если ветер позволит хотя такой сильный ветер байкер байкеры были в прошлую субботу двадцатилетние эстрады 1200 байкеров открытие сезона а я эту селедку будь она неладно снимал в субботу и то с опозданием что вам байкеров не снял вот маршрутка тридцатая проехала автобус восемнадцатый откуда-то идет и куда-то и мне интересно что здесь творится сейчас я снова к реке данген подъехал смотрю что здесь на другой стороне а на другой стороне друзья авто автобус не автобус такси трамвайчик видно нет сейчас я остановлюсь спускает на воду все открыт сезон вот он что это они так поздно уже 7 часов вечера так что может быть в эти уже выходные уже будет курсировать до Таралского моста так вот про ежиков если к вам на участок забрел ежик жить то это очень тревожный сигнал я бы на вашем месте начал беспокоиться потому что ежики обычно приходят возле людей жить о черный кот здорово приходят жить если если они страдают бешенством также развенчаю я мифы про ежиков сейчас ну то что они там питаются как в сказках рассказывают на картинках рисуют там яблоки на спине переносят там груши в общем грибы ягодами питаются ничего подобного они это вообще не едят мы он батоном пробовали кормить он не ел вот и они питаются всем подряд букашками гусеницами тараканами ну в общем все что шевелится все что шевелится так же они являются переносчиками болезней сейчас точно не помню каких в общем если он у вас укусит он и вас обязательно укусит но лучше сразу идти записаться к доктору а лучше его пинками нафиг этого ежика прогнать с участка или где вообще и детям скажите что в руки не брали как они любят поддевает его берут на руки ну что укусит они зубы никогда не моют ежики вот а еще при том у них клещи на ежиках целыми семьями живут потому что они туда забираются кожу а ежик достать не может то что и иголки мешают часто ежики какую-нибудь сухую грязь бегут ну вывалиться ну поваляться чтобы ну как бы этих клещей ну такую пленку сделать чтобы клещи погибли он еще как-то свою спинку эту грязную слюняет вот и в общем ежики еще какие там еще мифы есть в общем самка самца раз в год он не нужен они семьями они не живут так что вот такой факт там какой еще миф что они ночные хищики ничего они не ночные и насчет того что они медленные в общем он разгоняется до скорости 3 метра в секунду друзья и то что допустим типа там животные скидывают ежиков допустим лиса куда-нибудь в канаву с водой типа ежику тонет она им полакомиться нет ежики очень хорошо умеют нырять хорошо умеют плавать так что это все сказки а тут же сколько машин вечером интересно туда дорогу будет делать вот в общем река Данген идет она вот здесь идет а это дикий берег здесь вот заканчивается дорога но еще канализация идет также миф о том что ежики строители офигительные это тоже миф отвратительный он строитель максимум на что он способен это сделать из листиков травы типа такого как шалашика на участке кстати ежик будет ушить у вас в кустах в таких кустах где вы даже руку не просунете так же нор ежики не роют даже при наступлении первых заморозков они любят зимовать в чужих покинутых домах жилищах зданиях например в ныря кролика в зданиях я пошутил конечно постоянного убежища у ежа нету также ежики очень неряшливые имеют достаточно сильный запах так что они свой дом очень скоро превращают в зловонную клоаку в котором ему самому будет весьма дискомфортно ну и даже миф о том что ежик очень добрый дружелюбный зверек это тоже не так ежи одинокие они даже если другого ежа встретят они подерутся очень зловредные они бросаются на все что движется в общем много сортов этих видов ежей вот этот ушастый еж он в случае крайней опасности вообще не свернется клубком а будет атаковать зубы у ежей загнуты назад поэтому раны которые зверек наносит своей жертве имеют рваные края из-за чего очень плохо заживая так что имейте ввиду друзья никогда не образуют они семейных пар ежата первый месяц своей жизни держится рядом с мамой а потом поспешно покидают его змеи тоже ядовитых ежики не убивает а так тоже миф ну и миф о том что иглы ежа ядовиты нет нет не ядовиты может только аллергическая реакция будет что попробую дрон запустить с этого места не получится надеюсь мешают линии электропередачи они вот тут идут придется туда проехать немного ну еще один миф что еж родственник дикобраза тоже не так еще говорят что ежи очень вкусные в середине июля их пекут на костре в основном в некоторых местах из них делают заливное не разрешайте детям трогать ежиков вообще держитесь от них подальше также любят окурки собирать бычки окурки они их конечно же не кушают они их собирают иголками потом как-то какую-то смесь делают потом со своими слюнями эта смесь типа помогает им против клещей ну то есть он жует бычки сигаретные ну табак из него такая выделяется обильная слюна в виде пены в общем и он сам себя покрывает этой пеной смесь с табаком в общем ну от этих окурков а потом задней лапой как бы ну вычесывает себе иголки это нужно чтобы выгнать паразитов живущих между иголками без вакцинации смертность от бешенства превышает 99% редкие случаи выживания основаны на винегрете из чистого везения этого человека летом количество больных ежиков достигает 10% от общей популяции бешенством болен будет 100% если вам на участок заглянет и будет там бегать также если к ежику прикоснуться допустим к носу можно подцепить клеща даже через случайное прикосновение к ежику а если он вообще вас укусит допустим за ногу то можно лептоспироз подхватить в любом ежике два десятка клещей сидит кстати ну что хотите хотите погладить ежика красота здесь никогда не снимал эту дорожку обезьяний мост но с одной стороны реки есть проход под мостом а с той стороны под мостом прохода нет вот вот он знаменитый дворец луизы его остатки вот там где-то все никак не могу подъехать подойти на территории на территории на закрытой территории таки места неудобные дрон запустить везде деревья мешаются хотел речку поснимать там где скамейки стоят невозможно ну когда сядете будет сигнал загораживаться деревьями извилистыми берегами Данге Сильный ветер обратно поехал я друзья Долго этот Мерседес тут стоит вроде колеса другие и мы что колеса меняют на зимнюю и летнюю резину что ли замерз я друзья ставим лайки всем до новых встреч друзья я надеюсь придут придет жара теперь послушайте друзья распорядок дня на лето с 6 утра до 18 вечера мухи с 18 вечера до 6 утра комары в 5 часов утра газонокосильщики Газонокосильщики в 23 напBraто в 23 часов вечера байкеры кошки fodиса ахахахах хххххххххххххххх